25 января престольный праздник отмечает храм святой мученицы Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана. Утром сотни людей собрались в церкви и на улице, чтобы встретить митрополита одесского и измаильского агафангела, который в этот день традиционно совершает божественную литургию. По словам создателя храма Сергея Кивалова, очень важно приобщать молодежь к православию, поддерживая традиции, передавая их из поколения в поколение. Особое значение это приобретает сегодня, в сложные времена, как экономически, так и духовно. Некоторые тогда скептики тоже говорили, зачем нам в Одессе еще один храм? У нас есть достаточно храмов, но идея заключалась в том, чтобы студенты, молодежь ходили в церковь. Студенты, молодые люди должны прививаться к православию. И владыка оставил службу, не поехал в другой храм, а находится среди студентов и преподавателей, среди прихожан в храме святой мученицы Татьяны. Это дорогого стоит. Знаете, он, как духовный наш отец, он делает все для того, чтобы люди верили, люди молились, люди получали благословение. На этом и держится наше православие. И нет той силы, которая сегодня, допустим, искренне верующего человека заставит, чтобы они ходили в другой храм. Это неправильно, это несправедливо, это невозможно сделать. Одесситы хорошо помнят, как проходило строительство первой в нашей стране студенческой церкви святой мученицы Татьяны. Храм строился шесть лет, возводили его всем миром. Здесь неповторимо все. Он имеет уникальную архитектурную форму в виде пасхального яйца, что является символом вечной жизни. Церковь святой мученицы Татьяны объединила людей разных поколений в самом сокровенном – вере в Бога. Вы знаете, безусловно, наш храм, который уже стал, наверное, визитной карточкой всего студенческого городка и нашего города, это единственный студенческий храм святой мученицы Татьяны у нас на Украине. Поэтому я очень горжусь, что имею отношение к строительству этого храма и к функционированию вот уже 15 лет почти. Этот храм очень любим жителями нашего города. И мы видим репортажи с праздников, когда очень много людей приходят. Очень многие люди говорят, вот достаточно мало места, нужно расширяться и так далее. Поэтому это очень приятно, потому что то, что построено трудами Сергея Васильевича Кивалова и всего коллектива юридической академии – это, знаете, еще одна капля в благополучие, в созидание и в душевное спокойствие всего нашего города. Безусловно, я люблю этот храм, потому что как прихожанка вот уже очень много лет мы приходим и детей вносим на причастие уже разного возраста, и только видишь, как у прихожан растут эти дети. И когда маленькие совсем на руках, и постарше, и побольше, и так далее, это большое счастье, потому что в этом есть прогресс, в этом есть наша жизнь. И посмотрите, сегодня столько людей, сегодня и на молитве. И мы встречали митрополита Агафангела, который сыграл огромную роль в строительстве и функционировании этого храма, который каждый год на храмовых праздник посещает храм и правит службу в этот день. Мы за это ему очень благодарны и низкий поклон. Вы знаете, сегодня красивый праздник, красивая молитва. Всех Татьян и всех студентов хочется поздравить праздником, чтобы был мир в душе, было спокойствие, благополучие, благосостояние. Пусть все будут здоровы. Наш храм отмечает праздник великомученицы Татьяны. Я сегодня от души хочу поздравить всех наших прихожан. У нас присутствует митрополит Агафангел, который сегодня проводит нашу службу. Я от всей души хочу поздравить всех Татьян. Пожелать, чтобы все были здоровы, все были счастливы. В этом году исполняется 15 лет со дня открытия и освящения храма святой мученицы Татьяны. Совершали это таинство предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Владимир и митрополит Одесский и измаильский Агафангел. Его высокопреосвященство оказывало поддержку на всех этапах строительства, начиная с 2000 года, когда состоялась торжественная закладка первого камня в основании будущей церкви. Господь помогает нам стать чище и добрее через добрые дела, через святые жизни, которые мы должны совершать, живя на земле. Я хочу поблагодарить Сергея Васильевича, основателя этого строителя храма, его близких, родных, всех тех, которые принимали участие в создании этого духовного, этого храма Божия, потому что не всем дается благословение Божие строить храма, а тем, которые избирает Господь, и которые силы свои и умения отдают для того, чтобы духовность была в центре жизни, мыслей наших, нашего поведения, чтобы мы могли найти место здесь на земле, кусочек рая, потому что храм – это часть неба на земле. Я думаю, что все в нашем городе и в нашей стране будет хорошо. Я уверен, мы за это молимся. Мы приходим в церковь, и вот сегодня я вместе со своей семьей, и с женой, и с дочерью, и с родными, и близкими, тоже пришли сюда в храм для того, чтобы помолиться в этот день, для того, чтобы попросить у Господа прощения, для того, чтобы попросить мира, благополучия, как и все одесситы, как и все граждане Украины. Церковь традиционно отмечает память святой мученицы Татьяны. И вот в нашем богоспасаемом городе, Одессе, есть замечательный храм, посвященный этой святой угоднице Божией, святой мученице Татьяне, Свято-Татьянецкий студенческий храм при Национальном университете Одесской юридической академии. И вот сегодня эти стены были освящены молитвой многих-многих верующих одесситов во главе с Владыкой Митрополитом Агафангелом. Сегодня Владыка совершил здесь Божественную литургию в память святой мученицы Татьяны. Были вознесены общие молитвы о Церкви Святой, о нашем государстве, о нашем городе богохранимом, о прекращении морового поветрия, а также о благостоянии и благословении всех нас, живущих в нашем прекрасном городе. Сегодня любимый праздник для всех студентов, всей молодежи. Мы с благоговением приходим в эту Церковь, молимся святой мученице Татьяне о том, чтобы Господь даровал нам мудрость, знания, то, что нам всем так необходимо, и особенно учащим и учащимся. Мы также просим, чтобы Господь благословил строителей и благоукрасителей святаго храма, сего раба Божия Сергия, Сергея Васильевича Кивалова, и весь его огромный коллектив. Наверное, и не только он, но и многие одесситы участвовали своими приношениями в этой, поистину, общенародной стройке, и храм получился на славу. Это действительно шедевр архитектуры. По православной традиции на храмовый праздник Свято-Татьянинская Церковь проводит для своих прихожан благотворительный обед. Как и каждый год, одесситов угощали полевой гречневой кашей с тушенкой. В подготовке трапезы принимали участие студенты, преподаватели, выпускники Национального университета, Одесская юридическая академия. Ведь благотворительные акции – важная часть студенческой жизни. А святая мученица Татьяна – покровительница всех студентов. Все то, что в университете совершается, здесь огромный коллектив, здесь десятки тысяч студентов, и они по окончании получают востребованное, становятся востребованные. Они не остаются без работы. Все они профессионалы, специалисты. Здесь люди по 30-35 лет, профессора, ученые с мировым именем. Они делают все для того, чтобы обогатить науку духовностью, чтобы наука, образование и духовность всегда шли вместе. Я хочу пожелать Сергею Васильевичу, как президент Национального университета, Одесская юридическая академия, как почетного гражданина города Одессы и области, как человеку церкви, который объединил с собой, как и был в начале тема цели объединить духовное со светским. Могут это делать усердно, успешно. И я думаю, что получают славу от людей и от Бога. Несмотря на то, что официально в Украине День студента отмечают 17 ноября, учащиеся считают День Святой Татьяны своим праздником. Приходят на богослужение и вместе с сотнями одесситов молятся о крепком здравии для родных и близких, мире и благополучии. Сегодня в такое прекрасное православное свято День Святой Мученицы Татьяны, студенты Национального университета Одесская юридическая академия також святкують разом з усіма перифеянами, так и теми, кто отмечает храм. Это прекрасное свято, оскільки саме Мученица Татьяна покровителька всех тех, кто учится, також всех студентов. И для нас это свято очень важное. И хочется побажать всем и каждому памятного здоровья и благополучия и Божьего благословения кожней семьи. Сегодня почитается День памяти Святой Мученицы Татьяны. Очень радостно, что в нашем городе, благодаря Сергею Васильевичу, есть такой прекрасный храм, где все студенты могут прийти, поставить вечку, помолиться. Перед экзаменами часто практикуется такая, так сказать, такая встреча. Прихожан возле Свято-Татьянинского храма в этот день собралось достаточно много. Следуя правилам карантинных ограничений, не все слушали службу в церкви. Большинство одесситов находились во дворе храма. Я по всем праздникам великим, по воскресеньям иногда хожу в этот храм Святой Татьяны. Моя дочка закончила Юрокадемию. Одним словом, всех поздравляю с праздником Святой Татьяны. Я всегда прихожу, потому что Сергей Васильевич, который вот это создал, мы все сюда и ходим, потому что рядом, не только потому что рядом живем, а если бы далеко, я бы тоже сюда приехала. Мы с большим уважением, Сергей Васильевич, я представляю городской совет ветеранов, и он меня тоже отлично знает. И дай Бог ему здоровья, и все окружающие вам много здоровья. В праздничный день множество прихожанок, носящих имя Великой Святой, посетили храм, чтобы не только отметить День Ангела, но и свой день рождения. У меня сегодня еще и день рождения. День Ангела и день рождения. Очень нравится эта церковь. Очень нравится. Очень хорошие священники, служители церкви. Ради общения, ради обеда, люди некоторые, которые не могут себе позволить, как говорится, даже покушать, они приходят, их тут угощают, получают душевное успокойствие, как говорится, пищу душевную. Когда я хотела поступить в Московский университет, я приехала в МГО, и меня повели на экскурсию в храм Татьяны. Я была потрясена, что вот я хочу быть преподавателем, у меня были мечты, быть самым лучшим в мире преподавателем, и я в храме Татьяны. Для меня это был значимый знак, поскольку день Татьяны, он был связан со студенческом, и я работала, в этот день тоже всегда все меня поздравляли. Когда меня пригласил Сергей Васильевич в этот университет преподавать, здесь работать, я помню, как я пришла к нему в кабинет, и он мне через окно показал, а вы знаете, у нас есть храм Татьяны. Вы знаете, это было в моей жизни какие-то знаковые такие события, поскольку вот храм Татьяны в университете, где я хотела учиться, потом храм Татьяны в университете, где я стала работать, для меня это стало знаково. Я хочу поздравить всех девушек, которые носят имя Татьяна. Я хочу поздравить всех прихожан, которые пришли сегодня и находятся здесь. Я хочу поздравить всех жителей нашего города, которые разделяют этот праздник в праздник святой мученицы Татьяны. Пусть в каждом доме, в каждой семье будет мир, любовь, спокойствие и благополучие. Во время праздничной службы прихожане прикладывались к иконе святой мученицы Татьяны и возносили ей свои молитвы. На престольном празднике царила особая торжественная атмосфера. Одесситы отмечали, что они были рады собраться в этот день вместе и ощутить дух единства в это непростое время.